На ваш взгляд, люди, которые делают татуировки, жалкие, несчастные, они не дееспособны? Да нет, вы сейчас пытаетесь меня как бы на какие-то вещи вывести. Противоложный пол как бы на это реагирует? Вот любит ли целовать именно эти места? А какое вам дело? На что проверяетесь? Кровь, гепатит, все анализы. Боже, какой ужас. Это в какой-то момент может качество жизни немножечко ухудшить. Этот ромб или что там, хочется его так чик отклеить, честно. Как могут обсуждать людей с татуировками люди без татуировок? Категорично быть к этому, это просто глупо. Но мне нет татуировок. Прикраса люди не в зовнішності. Тому така штучна прикраса, як тату, лише відволікає від фундаментального. Татуировка – некий способ украшения, некий способ самовыражения. Люди должны самовыражаться более сложным способом, более действительным или духовным. Карина Шрагина-Кац – актриса, завідувач літературної частини Одеського областного театру «Ляльок». Вважає, що татуювання – це примітивний спосіб привернути увагу. А людське тіло – це храм, який не можна забруднювати. Ирина Коваленко – клінічний психолог, тілесно орієнтований терапевт, член Української спілки психотерапевтів. Впевнена, що татуювання – це публічне демонстрування внутрішніх психологічних процесів людини та одна із форм самопокарання. Із присутствующих, у которого є татуировки, скажуть, що це не татуировка, це частина його. Це як родинка, це як веснушки. Марія Ільіна – художник-дизайнер. Вважає, що татуювання – це спосіб самовираження та індивідуальність людини. Цікавиться цією давньою культурою та навіть хотіла би спробувати себе з професійною машинкою у руках. Володимир Веном – художник-тату-артист з досвідом роботи близько 20 років. Вважає, що живопис на людському тілі дійсно може бути мистецтвом і нести глибокий енергообмін. Якщо за справу береться майстер. Ганна Капова-Саванова – психолог, сертифікований гештальтерапевт, ведуча дитячих і підліткових груп. Впевнена, що татуювання – це прикраса людського тіла. І неважливо, приховує вона якийсь таємний сенс чи ні. Питання естетики Звідомири Коли мене до мене зробили зробити ціфри на руках, не вкрайшення, а те, що для нього було важливо. І я розумію, що через якось час для нього це вже буде неважно. А він настільки це кріпко туди, що він це не зотрєт, і він пожизнено з цією тим ходить. получается. Я вам скажу на своем опыте, не стоит никогда вкладывать в татуировку серьезное значение. Вот самый-самый простой пример. Парень набивает себе имя девушки, и девушка его сразу бросает. Всегда, когда ты выражаешь на себе что-то слишком важное, оно теряет для тебя истинное значение. У моего товарища есть прабабушка, у которой есть татуировка из-за свенцума. И она плачет, когда о ней рассказывает, потому что их объединяет эти татуировки. То есть тут больше, что каждый в нее вкладывает. Насколько ты психологически подкован. То есть есть же люди, которые, так сказать, накручиваются. Можно вложить такой смысл, что потом закончишь жизнь самоубийством, что она потащит тебя за собой. А если ты просто дизайн тела, так как это сейчас делается, никакого смысла не вкладываешь. Девушки делают себе татуировки, как продолжение платья. Это 21 век. Хорошо, если дизайн тела, то может быть у нас затронется еще и тема здоровья, конечно. Естественно. Насколько это, кстати, да, безопасно? Я после каждой проверяюсь. С 14 лет. На что проверяетесь? Кровь, гепатит, все анализы. Боже, какой ужас. Представляете, после каждой проверяться. Меня смущает отношение общества к этому. То есть на самом деле, лично для меня абсолютно нет в этом ничего ни плохого, ни хорошего. Это просто как явление. Но, к сожалению, встречаются такие моменты, когда к этому относятся действительно негативно. И я считаю, что это не заслужено для подобного рода изобразительного искусства даже. Я думаю, что это хорошее слово, подходящее. Потому что это искусство. Это больше как обряд инициации. В наше время так точно. И я не против абсолютно всех форм самопроявления и самовыражения. Но категорично быть к этому, это просто глупо. Так как это касается лично каждого человека, кто носит это, а какое вам дело для того, кто это носит? Особенно, как могут обсуждать людей с татуировками люди без татуировок. Это немножко искусственная такая харизма. Потому что без татуировки человек тоже должен работать. Если у него нет определенного чувства уверенности, значит, он должен работать над этой уверенностью. Внутренне, сам над собой. Я не знаю, молиться, медитировать, что-то еще. Или писать. Совершенствовать тело свое. Совершенствовать тело, да. Потому что татуировки, я даже больше не то чтобы против. У меня какое-то чувство заботы о таких людях. Потому что мне хочется сказать, что это ничего не решает. Потому что ты нарисуешь себе вот красиво. Вот допустим, я преподаю йогу, и есть такая очень интересная атрибутика у многих преподавателей йоги, и вообще у всех, кто занимается йогой, практически у всех, они себе как-то изображают мантры. И я тоже это хочу сделать. Но я понимаю, что как-то это настолько сакральная часть, что я бы, наверное, ее изобразила где-то внутри себя. То есть я бы скорее молилась, эту мантру читала, чем просто нарисовала. На ваш взгляд, люди, которые делают татуировки, жалкие, несчастные, вот, и... Нет, неправильно. Их нужно жалеть, ну вы сказали. Нет, люди, я сказала, заботятся. Это разные вещи. Да, мне хотелось бы сказать... Они не дееспособны? Да нет, вы сейчас пытаетесь меня как бы на какие-то вещи вывести. На самом деле, я вообще вот... Мне кажется, вы не так услышали совершенно. Хорошо, я вот уточняю. Это нормально, наверное. Я никак не оцениваю, что это плохо, но больше у меня возникает желание сказать таким людям, что нужно что-то другое в себе прокачать, потренировать, поработать над своим внутренним духовным миром и над своей какой-то другой оболочкой, не только вот той, которая твою кожу как-то по-другому будет отражать. Потому что это реально красиво, но вот эта красота, она немножко, ну, искусственная и правда. И почему я против тату? Я считаю, что в какой-то момент, допустим, ты начнешь заниматься другими вещами, ты станешь совершенно другим человеком, потому что человек каждую секунду меняется. Мы все с вами выйдем отсюда другими, да? Наша жизнь не будет прежней, это работает каждую секунду во время нашего общения и вообще, в принципе, взаимодействия с людьми. И какой-то новый этап в жизни, ты смотришь на себя, и тут у тебя прошлое, которое тебя возвращает. Потом люди себе выводят эти татуировки. То есть это тоже насилие над собой, определенный такой мазохизм. 11 лет я уже с татуировками, и я не хочу ничего сводить. У меня нет каких-то очень глубоких смыслов, что это посвящено Ваше, Пете, какому-то там мальчику, девочке или каким-то важным событиям. Скорее, татуировки – это отражение, ну я зачем сделала, моей философии, моих жизненных ценностей. То есть, например, у меня есть татуировка, которая первая, она может быть достаточно такой банальной, но она мне помогает помнить, что бывают сложности, но все сложности преодолимы. То есть это больше такая, ну, моя личная философия. Я изначально сделал, потому что меня тянуло к этому. Я с детства рисовал на себе, так же, как и многие люди. Мне кажется, изначально все пытались что-то на себе нарисовать. Потом пошло-поехало, просто втянулся, это уже больше как ремонт. Я думаю, что вот в ваших словах про боль и про стыд здесь, наверное, очень много кроется. Я думаю, что именно это является причиной для того, чтобы сделать татуировку. У каждого своя причина. Свой мирок в голове, который он пытается как изобразить на себе, так и спрятать во многих случаях. Это просто такой лайфстайл. А если пройдет этот тренд? Так это не тренд. Нет, он всегда пройдет. Есть тренды в татуировке. А сама татуировка – это просто желание себя изменить. Явление уже из поколения в поколение, уже сколько лет существует человечество, столько лет и существовал культ татуировки в разнообразных странах, в совершенно разных контекстах. Я более чем уверена, что это будет продолжать дальше жить. Человечество развивается. И кое-что уходит не потому, что оно плохо, а потому, что человек вышел на определенную следующую ступень развития. Желательно лучше развивать в обществе, конечно, культуру чистоты и здоровья. Знаете, как скульптор. Скульптура – это отсечение всего лишнего из камня. На теле, на коже, оно же никогда, такой рисунок, оно же все равно, вот кожа и вот эти вещества так размыты. Уже стареет, коллаген выходит. То есть, как кожа выглядит, как кожа выглядит, так выглядит и татуировка. То, что вы сделаете на бумаге, чем здоровее твой вид, тем здоровее вид татуировок. Красками и кистями и так далее, это же не сравнится с зоной на коже. Мода чи философия? У меня есть татуировки просто ради красоты. Действительно, вот в основном они все делались просто ради того, что они мне очень нравились. Татуировки на ногах. Я могу придумать им смысл, который вы захотите, но для меня он не несет никакого смысла, прям вот интуитивно-сакрального какого-то. Они не связывают меня ни с прошлым, ни с будущим, они просто есть. И мне очень хотелось, чтобы они у меня были. И я их сделала. А почему хотелось? Мне кажется, что это очень красиво. Мне кажется, что есть места, на которых татуировки выглядят действительно очень красиво, но украсить, например, какую-то часть тела, которая это не повредит, я не против. Мне это очень нравится. Изначально в Японии татуировка появилась как имитация шелка. Шелк был прерогативой лишь богатых людей, а бедные набивались татуировки как имитация шелка. И чувствовали себя тоже. Ну, вы понимаете, вот о чем мы говорили. То есть это как бы я сам не могу, но вот в помощь. Вы говорили про то, что индейцы там, когда это переходит более в другой. Эволюцию. Эволюцию. Они же не хотят эволюционировать. Им классно там, они никуда не уходят. Им пытаются что-то донести, а они ничему не учатся. Это у них в плане отпугивания. Татуировки они сделали. У всех разные причины. Я себе первую сделал в 14 лет для того, чтобы скорее всего войти в мир татуировки. Потому что тогда не было ни интернета, ни людей, кто этим профессионально занимался. Также стерильного оборудования тоже не было. И вышли на такой риск? Да. Отдать себя на алтарь искусства и получить от этого награду. Тогда это про жертву, про какую-то опять-таки, да? Это в плане тела, скорее всего, как это воспринимают остальные люди. Я это воспринимаю, это просто я таким был всегда. Те картинки, которые там появились, они там и должны были появиться. То есть такая судьба. Отдать себя в жертву вообще почему? Зачем эти жертвы нужны? Я объяснял в плане людей, которые относятся к этому как к чему-то экстремальному. Это не экстрим. Я делал так же все места и должен на себе испытать, как это заживает, как там делать, как это вообще на людях будет. Это же зверство делать это на людях, не испытав это на себе. Я так периодически могу посмотреть, например, в зеркало на себя, вот, и как будто бы каждый раз для меня там смысл может меняться. Вот сегодня это там про пограничную ситуацию, которая там непонятно, ну, что сейчас происходит в моей жизни. Или там про уверенность. Ну, в общем, это как один из элементов проекции. То есть то, что находится в моей психике, отражается в том, как я вижу свою татуировку. А вас не смущает то, что все видят процессы, которые происходят в вашей психике? Да, вы достаточно открыто об этом. Говорите и всем показываете. И не все так бережно могут к этому отнестись, кстати. Вот мой отец, ну, мог стыдить, например, меня за то, что вот у меня татуировка, и вы, ну, там были определенные шутки. Но мне, опять же, не запрещали, из дома не выгоняли, никак не наказывали. Сейчас мне совершенно не стыдно, я себя комфортно чувствую. Меня, я так работаю, ну, в основном с детьми, с подростками. Ну, те, кому не нравится, не реагируют на мои татуировки, вообще не спрашивают. Кому нравится, там подросток подойдет, покажет, а у меня тоже есть. Прикольно. Ну, как будто бы так. Мы на одной волне с ним. Как элемент доверия. Распознание. Если говорить, что это все-таки украшение, противоложный пол как бы на это реагирует? Вот любит ли целовать именно эти места? Это... Интересный вопрос. Ну, вот как, когда мужчина... Я замужем, я, ну, в счастливом браке, больше пяти лет, как бы, татуировки, ну, никак на него не повлияли, на мой брак, не улучшили и не ухудшили. Муж спокойно относится, ну, то есть, как бы... Но он как-то при, так сказать, игнорирует, обходит при определенных... Нет, 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 нет. Я бы не сказала, что он там в восторге, говорит, вау, класс, давай еще там забейся. Нет. Или наоборот, нет, ничего не делает. То есть, ну, какое-то у него нейтральное отношение. Что-то больше нравится. Что-то просто надето. Чего это целовать? Одежду какую-то, правильно? Вот я смотрю на Анну. Анна такая красивая девушка. Да. Мне хочется, вот правда, она в красивой волосе. Взять салфесочку и вытереть. Да, честно, потому что мне кажется, что вот рука, она такая тонкая, изысканная. Вот я бы тоже хотела тонкую руку. Она у меня, наверное, не такая тонкая, как у Анны. Но вот этот ромб или что там хочется, его так чик отклеить, честно. Вы извините, что я вторгаюсь в ваше личное пространство, но просто... Людям это свойственно. Вы скажите, что оно действительно, как это, инородное тело прикреплено. Просто другое. Не родное. Может быть, как-то из-за того, что расположение, обратитесь к Владимиру, может быть, он вам советует что-то. Такое ощущение, что вот синяк или запачкано. Вот есть такой момент. Это в силу того, что на коже действительно не может быть уже очень тонко вырисовано. Есть такая немножко размытость. Но это не импрессионизм, это размытость. И она делает это изобразительное искусство не тонким, а более таким, ну, как бы грубоватым, мне кажется. Мне кажется. Ну, и опять же, кожа, мы действительно, это орган, который покрывает наше тело. А так как в нашем организме все взаимосвязано, то есть это, вы не знаете, оно может повлиять где-то на почки, на печень, на что-то. Ну, это пусть медики говорят, но они настолько это убедительно говорили. Даже если об этом думать, когда ты делаешь, оно непременно повлияет. Да, конечно, но слишком уже все взаимосвязано. И очень многие мудрецы и духовные всегда говорят, это опасайтесь внешнего вторжения в покрови вашего тела. Особисті переконання. Мне очень интересны были слова Анны и про психологические и психические процессы, которые происходят внутри. Мне, как специалисту, легко было бы, наверное, провести какую-то, ну, я не хочу говорить, диагностику. Экспресс-диагностику. Да, экспресс-диагностику. Для меня это так вот, как будто бы вы сейчас вышли бы с анамнезом своим, да, там, с историей болезни. Ну, это приблизительно вот что-то такое, поэтому... Опять же, это субъективное мнение. Да, это субъективное мнение, мнение. Я не знаю, поверхностное или нет, да, но по некоторым рисункам, мне кажется, что я могла бы, ну, вот в работе своей, могла бы их использовать, да, для диагностики. Да, я в них не вкладывал никакой смысл, то есть чисто дизайн. Дело в том, что у нас есть такая штука, как бессознательная. И вот подсознание, оно выстреливает как раз именно в таких вещах, в которых мы, как правило, говорим, что нет, это не про это. Человек даже не думает, да, на самом деле у него срабатывает осознание. Ну, вы-то взрослый человек, а когда делает молодые, вы тоже можете, даже если они просто цветут, даже наличие... Да, уже сам импульс сделать. Но это сам импульс сделать уже говорит о каких-то подсознательных проблемах у человека. Опять же, это все говорят люди без татуировок, заметьте. Да. Ну, потому что... Поэтому это мнение всегда будет поверхностное. Сделайте по татуировке и потом поговорим. Мы же не хотим их делать. Действительно, мы же не хотим их делать. Зачем? Вот диагностику я... Ну, вот поэтому садить сложно. Ну, потому что иногда это может быть диагностическим материалом, иногда совершенно нет. Вот, тут нужно всегда смотреть и спрашивать. Но диагностикой может являться все, что угодно. Прическа, там, я не знаю, одежда, поза и так далее. То есть мы все равно, так или иначе, открыты к миру. Люди, которые там могут вот эти вот нюансы различать, они читают другого, ну, там, условно читают, видят, что предполагают. Потом проверяют свои предположения. Поэтому, там, возможно, ну, я, например, чуть больше открыта к миру, вот, выражая, там, ну, свои внутренние процессы, чем, например, человек без татуировки. Мне кажется, что светом нужно наполнять себя именно изнутри. Этот свет будет сиять через глаза и будет круто, включая вот тех людей, которые нас окружают и нам самим внутри себя. То есть нужно начинать отсюда. Да, но мне кажется, что это отчасти еще и душу может излечить, потому что шрамы получаем мы в абсолютно разных ситуациях, и они по-разному могут на нас влиять. И иногда не хочется о чем-то помнить. И, в принципе, нанеся сверху декорацию, мы можем защитить себя от негативного влияния какого-то воспоминания. Об этом может не помнить наше сознание. Мы можем это просто при помощи определенных техник, из психологии взять и эту травму излечить. Ну, так же легче внешне. Сделайте все. К сожалению, как и с татуировками, я замечаю тенденцию, что в нашей стране крайне редко обращаются к помощи психологов. И я, кстати, думала об этом, почему же так. Мне кажется, потому что большинство людей боятся и считают, что они сами способны помочь себе в каких-то моментах. И думаю, что татуировки – это как раз один из этих способов, когда ты считаешь, что ты сам можешь себе помочь. Вот эти вещи, как татуировки, это определенная символика, которая тебя даже останавливает в том, чтобы ты свой внутренний мир больше познавал, познавала, глубже уходила туда, в свой уникальный, неповторимый внутренний мир. Речь идет о неповторимости. А татуировки все-таки людей делают, ну, относят их к особенной субкультуре определенной. То есть уже как бы в какой-то лагерь включают. И ты как будто бы тоже вот так со всеми, с какими-то людьми. В тот момент, когда ты можешь быть просто очень оригинальным, таким, каким ты являешься от природы. Потому что вот… Природу не меняют татуировки. Ты такой же оригинальный и классный, как и был. Вот эта символика, которую ты на себя искусственно наносишь, она блокирует твое принятие себя. Блокирует в том смысле, что ты как бы вообще закрыт. Наоборот, еще дальше от себя становишься, чем если бы ты… Может быть, это и есть самопроявление. Может, это и есть ты. Ты просто себя проявляешь так. Да. Или даже по йоге не могут закрываться чакры рисунками. Потому что эзотерика идет изнутри. Это никак не касается твоей оболочки, которая вообще в эзотерике никак не воспринимается. Я не очень-то в чакры верю и не придерживаюсь, наверное, этой философии. Поэтому у меня ничего не блокирует. Не мешает это работать, проявлять какую-то творческую энергию. Человек не может этого чувствовать, блокирует или не блокирует. Просто что-то происходит, а он же не может подумать, а, это же я заблокировала. Это тоже не является для меня ни блокировкой, ни, наоборот, подпиткой, ни чем-то таким. Я считаю, что контакт с собой будет, если он был и до татуировки, и после татуировки, и во время татуировки. И как бы тут вообще не имеет никакого отношения в татуировках ты или нет, если ты себя готов слышать, если ты готов к себе прислушиваться, если ты хочешь развиваться. Так же, как я делаю маникюр, так же, как я наношу макияж, хожу в спортзал, использую какие-то крема и скрабы для тела. Один из элементов. Ну, уже как часть меня, как какой-то элемент, как волосы, как родинки, как, я не знаю, форма носа. Это то, что я уже с чем привыкла, с чем я каждый день сталкиваюсь в зеркале, вижу свое отражение, мне это нравится. Если тебе нужны эти психологические изменения, конечно, ты можешь их примести, нагрузив эту татуировку какими-то смыслами. И без нее можно так же само сделать эти психологические изменения. Но может и не произнести. Все зависит лично от человека. Есть уже сформированный какой-то взгляд на мир, взгляд на себя, взгляд на вещи. Даже если после этого времени сделать себе татуировку, я сильно сомневаюсь, что пойдут какие-то грандиозные, кардинальные изменения. Вот когда вам будет 40, а потом 60, вы увидите, как вы поменяетесь. Согласна, но это не будет претензия к моим татуировкам. Вы говорите о таких обычных воздушных нормативных кризисах. Будет идти рост, потому что жизнь – это рост, это процесс какой-либо. Если процесса нет, это уже не жизнь, это уже как бы ее противоположность. Так как она продолжается, она есть, идет какое-то стремление. Но я не могу сказать, что был один человек, а потом резко станет другой, потому что он сделал себе татуировку, приобрел какое-то качество, которое он раньше не обладал, потому что откуда ему взяться. Если он там написал «все, есть космос», вот где-то я такое видела, такую надпись на человеке. Значит, он так думал до того, как сделал эту татуировку. А потом у него такое отношение к жизни исчезнет, что все космично? Это уже как бы от человека зависит, исчезнет, не исчезнет. У нас за жизнь мы во что-то верим, потом перестаем, потом находимся в другом, ищем себя в третьем. Мне нужно это все фиксировать, какие-то вот эти все. Поэтому, как видите. Одна моя знакомая зафиксировала у нее китайские иероглифы. Я спросила, они что-то означают, она говорит, да нет, это просто вот я на какой-то, ну, техническую инструкцию где-то прочитала, мне понравились эти изображения. То есть она даже не знает, что там, какие иероглифы. Она, может быть, что-то несет. Если для меня татуировка несет определенный смысл, я в это верю, то она будет влиять на мою судьбу. Вот, все просто. Также это с любым предметом каким-то, одеждой, талисманом и так далее. Если я не верю, что это как-то кардинально изменяет мою жизнь, то не изменяет. Вот, остальные могут говорить, но я-то знаю. Спасибо вам большое за то, что была возможность такой интересной дискуссии. И, ну, моя вообще цель прийти сюда на передачу и рассказать о том, что люди с татуировками – это не просто какие-то неадекватные товарищи-мазохисты, которые набивают себе тату и делают это для того, чтобы выделиться и все. Вот, показать то, что это бывают интеллектуальные, образованные, успешные люди, с которыми можно общаться. Я хочу всех поблагодарить и даже обнять. Хочу всех. Что новое я сегодня поняла, опять же, про себя. Я убедилась в том, что я не хочу тату. Возможно, был какой-то момент в моей жизни, достаточно такой период интересный, когда я думала о том, что, может быть, я хочу татуировку. Я ее не хочу, потому что мне нравится то, что у меня есть сейчас. А еще я, конечно, благодарна вам за это общение, потому что, ну, это очень интересное взаимодействие. И, знаете, вы очень интересные личности все. Поэтому я просто благодарна за классный, интересный, позитивный момент в своей жизни, за это утро. Вот, благодарю и мне нравится. Мне хорошо, что мы не подрались, слава богу. Вот за это я благодарна. И я очень всех благодарю. Я благодарю не только вас, благодарю, так сказать, проведение какое-то, которое собрало вместе. Я не знаю, как у других, но это сейчас редкость. Вот сидит пять человек, и каждый из этих людей мне очень понравился. Ну, правда, сейчас такое. И если бы моя воля, я бы с каждым из вас хотела бы иметь какие-то дальнейшие взаимоотношения в жизни. Поскольку здесь действительно собрались личности. И интересные, думающие. Мне кажется, что это не такая уж сейчас частая ситуация. Ну, могу еще только сказать, как и Наталья, что я еще раз убедилась, что я тату делать не буду. В моей жизни, вот совершенно недавно был период, полгода назад, и я даже подумывала о том, чтобы сделать там маленькую татуировку. То есть сейчас вот как раз я понимаю, что я этого делать не буду. И хорошо, что я этого не сделала. Безумно счастлива, что я сегодня собралась в такой теплой, такой приятной компании с такими замечательными людьми. Я тоже очень переживала перед тем, как прийти сюда, но чем дальше шел процесс нашего диалога, тем больше мне становилось комфортнее и приятнее с вами взаимодействовать. Изначально я сказала, что мне хотелось, чтобы к людям с татуировками относились, может быть, более лояльнее. Чтобы ушел конкретно контекст более старой интерпретации изображений на теле, чтобы он дал место новому, действительно. Я надеюсь, что мы добились, мне кажется, этого, по крайней мере, мы не подрались, как вы сказали. И в планах такого не было. Я более чем уверена, что это хороший знак. Это все, в принципе, решилось так, как хотелось. Спасибо вам большое. Спасибо вам за ваше мнение, за эту встречу, за теплые слова. Ну, естественно, для себя ничего не открыл. Я давно уже, мало что нового открываю. Но было очень интересно с вами пообщаться. Это интересный опыт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok